Сегодняшняя наша встреча посвящена оружию и раскопок гнездов. И так как попросили меня сделать доклад, прочитать лекцию представителей реконструкторского сообщества, соответственно, и свой доклад, и его текстовую часть, визуальную, я подготовил, исходя из моих представлений о необходимостях реконструкторов. Соответственно, упор будет сделан на различных технологических, конструктивных особенностях оружия. И в меньшей степени я буду говорить об археологическом контексте и вообще о каких-то более широких археологических, исторических проблемах. Говоря об оружии гнезда, естественно, я не могу не сказать о самом памятнике. Я думаю, что Василий Васильевич в своей лекции о больших курганах гнездов рассказывал, но я повторю кое-какие моменты, на чем-то акцентирую внимание. На этой слайде Вы можете видеть гнездовский археологический комплекс. Общая площадь охраняемой зоны, или охранной зоны памятника, 240 гектаров. Территория поселения обозначена коричневой заливкой номер 2 и номер 10. Красной заливкой обозначены курганной группой. Общая площадь гнездовского поселения, ну или гнездовских поселений, составляет более 30 гектаров. И помимо поселения, ну, поселение есть открытое, то есть так называемое селище по археологической номенклатуре, и городище. Вот одно городище центральное, и Ольшанское городище на маленькой реке Ольшин. Вот, помимо поселений, в гнездовский состав гнездовского археологического комплекса входят 8 курганных групп. Они обозначены Красной заливкой, как я уже сказал. Это Лесная группа, Глушенковская, Центральная, массив Днепровских курганных групп, ну и так далее. Ольшанская, Пробережная Ольшанская, Нивлинская, и несколько курганных групп, небольших, расположено на левом берегу Днепра. Общая протяженность памятника на правой стороне Днепра более 5 километров. Памятник Гнездово – это один из крупнейших памятников эпохи образования древнерусского государства в Восточной Европе, и один из крупнейших памятников эпохи викингов в Северной и Восточной Европе. Что способствовало возникновению такого крупного археологического комплекса? Скорее всего, расположение памятника на торговом пути из Варягу-реки. Ну, не только торговом, ну, так сказать, путь носил такой военно-административный характер, но основная его функциональная нагрузка – это торговая артерия. Еще что хотелось бы сказать по поводу уникальности Гнездовского археологического комплекса. Дело в том, что он относительно хорошо сохранился. Если аналогичные памятники в более позднее время, там, в развитой средневековье, в новое время, в новейшее, застраивались, в результате вот этой хозяйственной застройки культурный слой памятника разрушался, курганные насыпи нивелировались, и, то есть, мы не можем представлять, например, как выглядел исторический ландшафт, там, не знаю, Киева, Чернигова, то во Гнездово ситуация, ну, так сказать, плюс-минус, да, зафиксировалась по состоянию на начало 11 века. Вот, то есть, находясь, например, в лесной курганной группе, вы можете себя, собственно, почувствовать примерно, ну, как бы, в той же обстановке, что и люди 10 века. То есть, ландшафт изменился, ну, минимально. То есть, возможно, там появились деревья, и насыпи стали пониже. Вот, но в Гнездово достаточно много такого, в общем, исторического ландшафта, который испытал минимальный антропогенный пресс. Вот, о чем еще хочется сказать, что Гнездово – это один из немногих памятников, где сохранились так называемые большие курганцы. Это монументальные насыпи высотой до 9 метров и диаметром до 40. Вот, в Гнездово их порядка 10 штук, большинство из них археологически исследовано, но часть еще стоит в ожидании своих раскопок. У нас курганы буквально, так сказать, насыпаны чуть ли не друг на друге. Их в лесной курганной группе сохранилось в районе 1000 штук. То есть, тут буквально курганное поле, не знаю, километр в одну сторону и полкилометра в другую, где сплошные курганы расположены с такой же плотностью. Вот, я забыл сказать общее количество курганных насыпей. Ну, опять же, мы можем реконструировать их количество примерно в районе 5000, ну, может, там чуть меньше. Археологические раскопки на памятнике длятся, начались с 1874 года работами Кусцинского, потом с небольшими перерывами археологи работали на памятнике в конце 19 века, в начале 20-го, потом достаточно долго памятник исследовался так вот спорадически, и новый этап исследования Гнездова начался в 1949 году работами Московской археологической экспедиции, феновато, работами экспедиции Московского государственного университета под руководством Даниила Антоновича Авдусина. Сейчас университет продолжает изучение памятника. Экспедиция в настоящее время руководит Тамара Анатольевна Пушкина. В 1995 году памятник начала исследовать экспедиция, Смоленская экспедиция исторического музея. С 1999 года там существует уже постоянно действующая экспедиция исторического музея, который копает и панель. Помимо археологической деятельности, члены нашей экспедиции, мы, в общем, занимаемся своего рода пиаром памятника. То есть усилиями Василия Васильевича Новикова был создан прекрасный портал, полностью посвященный Гнездовскому археологическому комплексу, где вы можете найти практически всю информацию о памятнике, и шикарная библиотека, где выкладываются все последние работы о памятнике. Также постепенно мы выкладываем работы более раннего периода, начиная с раскопок Косцинского. Вот создан музей, где вы можете увидеть часть экспонатов, которые хранятся в различных музеях. В музеях, опять же, выложены 3D-модели различных частей памятника, так что, в принципе, я приглашаю всех посещать этот ресурс, а летом мы выкладываем информацию о проходящих на памятнике раскопках. Значит, вот за более чем 100-летний период изучения памятника был получен колоссальный материал, который характеризует как материальную культуру Древней Руси, так и различные стороны духовной культуры. Но, вот если говорить о предметах вооружения, то вот эта таблица, она демонстрирует то количество оружия, которое было найдено в ходе раскопок. Еще один вопрос, это вопрос о появлении роли скандинавов на территории Древней Руси в ее истории. Я не буду специально останавливаться на этом вопросе, но, как бы только скажу, что в конце, может, 9-го, 10-м веке в Гнездах появляются вот эти суровые бородатые мужчины, которые были одеты и вооружены североевропейскими образцами вооружений. Нас в данном случае интересуют мячи и боевые ножи, или как иногда их называют, скромосакс. Представлены различные конструктивные схемы сборки рукояти мяча. Собственно, различия в способе монтировки навершия, потому что перекрестие всегда монтировалось, ну, почти всегда, монтировалось одинаково. То есть делалось, в нижнем торце делалась выборка под клинок, а в верхнем торце делалась выборка под черен клинка. И перекрестие просто, так сказать, насаживалось и прижималось рукоятью, обкладками рукояти. Но вот навершия монтировалась по-разному. В данном случае на двухсуставном навершии черен проходит через обе детали, через основание навершия и через головку навершия. И расклепывается сверху головки навершия. Здесь более сложный способ монтировки. Тоже двухсуставное навершие. Черен клинка расклепывается на нижней детали, на основании навершия, а верхняя часть навершия, головка навершия крепится на основании навершия при помощи или штифтов, которые впаивались в верхнюю часть навершия, или при помощи такой скобы, которая также впаивалась в головку навершия. Концы этой скобы или этих штифтов проходили наружу основания навершия, на нижний торец, собственно, и здесь расклепывалось. Ну и один из самых простых способов монтировки, это, собственно, когда навершие у нас односуставное, односуставное, и черен клинка проходит сквозь эту деталь и просто расклепывается сверху. Клинки мечей эпохи викингов, они прямые, двулезвийные, с широким долом. В принципе, делаются попытки создать какую-то типологию, вот одна из этих попыток представлена на этом слайде, вот, но с моей точки зрения она не несет за собой какой-то, каких-то выводов, выводов о хронологии. С моей точки зрения, морфологические особенности клинка зависят от того типа рукояти, который монтировался на тот или иной клинок. То есть, если предполагается установка массивных деталей рукояти, то и клинок, соответственно, должен быть массивным, широким, не сужающимся к острию, но пока как-то обосновать это какими-то выборками и количественными выкладками я не готов. Ну, это такое общее наблюдение. Как было видно из таблицы находок предметов вооружения, сделанных в Гнезду, на памятнике было найдено около 20 себе мечей, как целых, так и фрагментов. К сожалению, целиком сохранившихся мечей очень мало. То есть, вот на этом слайде собраны все пять мечей о внешнем виде клинков, которых мы можем получить хоть какое-то представление. И, в принципе, из этого количества надо исключить. Вот второй меч, меч из кургана С2, потому что, насколько я смог убедиться, работая с этим мечом в Смоленском музее, по всей видимости, клинок не сохранился и был сделан такой своеобразный муляж с использованием фрагментов подлинного клинка. Остальные четыре меча это точно подлинные клинки относительно хорошей сохранности. Как мы видим, тоже достаточно широкие, мощные клинки. Толщина клинка у перекрестия составляет 5-6 мм, а вот у этого меча третьего на этом слайде доходит даже до 7 мм. Это очень массивное и очень мощное оружие. Пять клинков мечей из Гнездова были подвергнуты металографическому анализу номер один и номер три. Это когда на основу из железа наваривались стальные лезвия. Железо здесь обозначено светлой заливкой, а вот такой, как бы, тачкованной заливкой это такое обозначение сталь. Вот более сложная схема, когда сердцевина клинка, это номер два и номер пять, когда сердцевина клинка формировалась формировалась из своеобразного пакета сваренного из железа и стали с разным содержанием углерода и опять же с боков наваривались рабочие лезвия. И вот на удивление была встречена вот такая схема номер четыре. Это простое железо, даже без дополнительного науглероживания. Но, в принципе, возможно, это результат нахождения меча на погребальном костре. С металлом произошли какие-то изменения. И в результате мы имеем простой клинок, чуть ли не из сырого железа. От клинков перейдем к наиболее атрактивной детали мечей, к рукояти. Ну, всем известна типология Яна Петерсона, созданная, вернее, опубликованная в 1919 году. Петерсон выделил несколько десятков типов рукояти мечей, но никакой строгой иерархии признаков. Это такая чисто описательная типология. То есть каждый тип характеризуется определенным набором каких-то морфологических и орнаментальных особенностей. Но, тем не менее, типология очень живучая. Большинство археологов, которые занимаются изучением как оружия этого периода или вообще археологии раннего Средневековья пользуются типологией Яна Петерсона. В 1991 году была опубликована типология немецкого исследователя Альфреда Гайбега. Здесь все очень структурировано, очень математически обосновано. В результате рукоять меча, тип, обозначается четырьмя цифрами. Достаточно сложно, но, конечно, использование этой типологии позволяет нам учесть особенности каждого меча. Вот типология только сейчас начинает как-то так активно использоваться, но в основном в специализированной литературе народ продолжает все-таки пользоваться больше. Более понятной типологией Яна Петерсона. Возвращаясь, собственно, к мечам Гнездова. Опять же, большим удивлением было обнаружение на памятнике деталей мечей, хронологии которых выпадает из той хронологии, которая была предложена для памятника. То есть, общепринято считать, что Гнездово существует на протяжении X века. То есть, возможно, возникает где-то в конце IX века и прекращает свое существование, вернее, активный период своего существования где-то в начале XI века. Но ряд находок, в том числе и детали рукояти мечей, позволяет нам все-таки удремнить существование Гнездова, возникновение Гнездова. Вот на данном слайде вы можете видеть находку в верхней части рукояти меча. Это тип, можно определить как тип 2 особый или тип Манхайм. Все европейские аналогии датируются в рамках VIII века с небольшим заходом в IX. И это получается одна из самых, вернее, самая ранняя находка меча этого типа на территории, вернее, даже самая ранняя находка меча каролинского типа на территории Древней Руси и самая восточная находка этого типа на территории Европы. С права вы можете видеть, как мечи типа Манхайм или два особые, собственно, выглядели в целом виде. Еще один ранний меч, вернее, деталь, это основание навершия меча типа B. В Европе подобные мечи существуют в IX веке. На нашей территории, по всей видимости, они продолжают существовать и в первой половине X века, ну или в первые четверти X века. В нижней части вы можете видеть, собственно, как выглядели мечи типа B в различных вариациях. Следующий меч, это наиболее известный, наиболее обсуждаемый меч типа D по типологии Яна Петерсона. Вот очень сложная сборка деталей рукояти, то есть ядром перекрестия и основанием навершия является такая цельнолитая бронзовая болванка, на которую каким-то образом, честно сказать, я просто даже не знаю, смонтированы ажурные накладки, которые мы можем видеть. И с торцов перекрестия и с торца основания навершия смонтированы вот такие накладки, тоже орнаментированные геометрическим стилем. Но они, судя по всему, закреплены при помощи таких вот маленьких заклепок. В результате воздействия, видимо, погребального костра, а может быть в результате бытований, исчезли проволочные такие жгутики, которые были проложены между основанием навершия и головкой навершия. И также подобные перекрученные жгутики были вот в разделителях, которые делят головку навершия на три части. Следующий меч, меч типа Е, и подобных мечей в гнездах найдено три экземпляра, но вот этот и следующий наиболее такие качественно изготовленные и хорошо захранившиеся. Мечи типа Е отличаются вот этой такой ячейстой орнаментации на поверхности. Вот, этот меч замечательен тем, что он позволяет нам рассмотреть пустотелость головки навершия. И, в общем, можете видеть, что стенки-то достаточно были тонкие. Вот, как добивались этого в 10 веке, мне до сих пор непонятно. Если у кого-то есть какие-то соображения, я готов их обсудить. Вот, здесь вы видите фотографию основания навершия. Видите, что и в основании навершия есть выборка. То есть, это не цельнокованные детали. То есть, в принципе, люди старались, видимо, выдержать какой-то баланс. Я не знаю, ну, не делать мечи в 5 килограмм веса. Вот. И между ячейками, возвращаясь к орнаментации, между ячейками и на боковых частях головки навершия была нанесена инкрустация. Схема не моя. Я ее взял из недавно вышедшей финской работе по мечам эпохи викингов. Я изучением технологии нанесения инкрустации плотно не занимался. Не знаю, насколько адекватна данная схема. Но в целом я с ней согласен. Я не уверен в существовании такого большого количества вариантов нанесения вот этих канавок и с последующей их разбивкой. Но, в принципе, общий ход мысли, собственным ходом мысли я согласен. То есть сначала на железной поверхности пробивалась канавка. Допустим, вот, да. Потом она при помощи зубила разбивалась в такую трапециевидную фигуру или, возможно, под ласточкин хвост. И уже в эту канавку забивался металл. Вот в случае с мечом типа Е, который мы видели, забивалось серебро. Вот. И потом уже поверхность зашлифовывалась. Следующий слайд. Еще один меч типа Е. Вот. Но он прекрасен, опять же, своей сложной орнаментальной схемой. Технология нанесения, которая... Технология исполнения, которая до сих пор, во всяком случае, мне неясна. Здесь мы также видим характерные для типа Е ячейки. В данном случае более крупные. В этих ячейках мы видим проволоку. И это не отдельные отрезки проволоки, инкрустированные внутрь каждой ячейки. Это единая проволока, которая была уложена изначально, а потом уже прикрыта железной ажурной накладкой. Как это все было закреплено, для меня пока не ясно. Возможно, если провести какие-нибудь рентгенографические исследования, то схема будет ясна. Там, не знаю, увидим, допустим, какие-то небольшие клепки, которые крепят вот эту железную пластину на какой-то железной, наверное, основе. Вот. И еще этот меч интересен орнаментацией одной из торцевых сторон. На одной из торцевых сторон сохранилась пластина, изготовленная из серебра. И по краю этой пластины нанесен такой меандровый орнамент. Но мастера прошлого на этом не остановились, они еще залили чернь в эти канавки. То есть, сохранились небольшие участки черни. Ну, в общем, это достаточно редкий случай использования подобной технологии орнаментации на мечах эпохи викингов. И подобные торцевые накладки, они стояли и на перекрестии. Вот здесь вы можете видеть отверстие под крепление подобной пластины. И вот каждое отверстие окружено такими углублениями. Но это, видимо, для лучшей присадки серебряного листа. То есть, на него как бы набивали. Найдено у нас три меча типа H. И несколько деталей рукояти. Отдельные детали рукояти этого типа. Ну, как бы характеризуется этот тип треугольным навершием. Прямыми перекрестиями и основанием навершия. Вот собраны эти мечи. Вот по той схеме, когда в верхнюю часть головки навершия ввариваются штифты, которые расклепываются вот здесь на торцевой пластине. Внешняя поверхность деталей рукояти украшена. Всегда украшалась, ну, почти всегда украшалась инкрустацией. Она может быть сплошной. То есть, создавалось полностью желтое поле или белое поле. Либо полихромное, когда чередовались полоски там желтого, белого металла. И сочеталось в каких-то ромбах, треугольниках. Меч практически на момент находки в 49-м году. Что интересно, меч был найден сохранившейся рукоятью. То есть, тут видна структура дерева. И, по всей видимости, еще была какая-то обмотка. К сожалению, провели не очень удачную, с моей точки зрения, реставрацию. В результате которой часть информации о рукояти исчезла. Дальше. Можно вопросик? Я понимаю, у него как раз инкрустация есть вот в этом месте. Да, конечно. Ну, просто фотография не очень качественная. Но и потом сохранность очень плохая. Вот еще один меч типа H. Чем он интересен? Способом нанесения покрытия цветного металла. То есть, когда я впервые выделил меч, я думал, что, в принципе, это обычная технология инкрустации на поверхность металла, но на поверхность железа. Но потом, когда присмотрелся, я понял, что здесь что-то не так. Здесь никакой инкрустации нет. То есть, была взята металлическая болванка, было нанесено покрытие из цветного металла. По всей видимости, тут была использована даже технология нанесения покрытия, что использовалось при изготовлении весовых гирек. Весовые гирьки изготавливались следующим способом. Опять же, бралось ядро железное, уже сформованное по форме будущей гирьки. Обсыпалось медной стружкой, ну, какой-то еще флюс, видимо, обмазывалось глиной, создавался такой шарик. И этот шарик бросался, не знаю, в костер или в специальную печь, создавался температурой, в результате воздействия которой, вот это металлическое, железное ядро оказывалось опаянным медью. И потом все это зашлифовывалось, и получалась такая железная гирька с медным покрытием. Вот, вполне возможно, что в данном случае мы имеем что-то подобное. И потом, для того, чтобы имитировать инкрустацию, нанесли вот эти канавки. То есть, они нанесены уже поверх. И что важно, вот это покрытие белое, вот здесь, оно есть не только на лицевых сторонах перекрестия и навершия, оно даже затекло во внутренней части. То есть, это явно не инкрустация. Тут вот что-то явно связанное с воздействием больших каких-то температур. Вот, если у кого-то есть соображения, опять же технологические, я всегда открыт к разговору и дискуссии. Вот, помимо целых мечей были найдены отдельные детали. Два навершия, две головки навершия и одно перекрестие. Чем интересна вот эта деталь? Как указано у Петерсона, практически все детали мечей типа H и родственного типа E имели инкрустацию. Вот, в данном случае, вот эта головка навершия, она не имела никаких следов покрытия. То есть, это цельно-железная деталь. Вот, данная деталь интересна следующим моментом. Когда я говорил о способах крепления головки навершия на основании, я говорил, что штыри впаивались. Вот здесь очень хорошо это видно. Вот, штыри железные и вот эта блестящая такая желтоватая поверхность, это, собственно, и есть припой. Ну, припой на основе меди, я не делал анализа количественного и качественного, но что-то вот на основе меди, там, латуни или какая-то бронза. То есть, это четко говорит о том, что штифты не вваривались кузнечной сваркой, а именно впаривались. Еще, чем интересна данная навершия, вот, если вы присмотритесь, увидите, увидите такие горизонтальные канавки. Вполне возможно, это следы работы зубилом. Когда выбирали вот эту внутреннюю поверхность, ну, внутренний, вернее, внутренний объем, вот, использовали для этих целей, ну, не знаю, зубило, или как правильно называется инструмент. Вот, и вот на внутренней поверхности мы можем увидеть следы работы этим инструментом. Вот, также здесь хорошо видна инкрустация. Здесь мы видим тот случай, когда цветная, одна цветная проволочка чередуется с неинкрустированным участком, то есть, такой полихромный эффект, желто-серый, да. В данном, вот, на данной фотографии вы видите варианты, когда инкрустация образовывала такое сплошное покрытие желтого металла. Следующий слайд, тоже один из красивейших мечей, найденных гнездово. Данный тип рукояти относится к типу Т. Т. Вот его сохранность в настоящий момент и попытка графической реконструкции, как он выглядел тысячи лет назад. То есть, мы здесь видим сочетание в орнаментации ромбов и треугольников в вертикальной, горизонтальной развертке, изображение, по всей видимости, каких-то флагов. Вот, здесь в инкрустации сочетается проволока белого, желтого и, ну, условно, красного или красноватого цвета. Вот, треугольники выложены металлом белого цвета, оконтурены металлом желтого цвета, а вот внутренние ромбы, они выложены жгутиками, которые свиты из проволок двух цветов. Мечи типа В, родственные мечам типа Т, что видно, собственно, даже и по орнаментике. Отличаются они морфологией рукояти, головки, навершия, то есть, они более такие сглаженные формы, но орнаментация, в принципе, схожая. Те же ромбы и треугольники, в данном случае, они такие четко ступенчатые. Вот, инкрустация выполнена так же проволокой разного цвета, создается вот такой полихромный эффект. Опять же, мы видим эти изображения условно флагов. Следующий слайд. Тоже меч типа В. Здесь просто как вариант другой орнаментации. Вот, и очень часто, вот, если меч находится в погребении по обряду инкубации, сохраняются фрагменты рукояти, ну, или хотя бы отпечатки, и какие-то фрагменты ножен мечей. В данном случае, вот, на рисунке как раз изображен отпечаток торца рукояти. То есть, вы можете видеть, что она не круглая, а такая, не знаю, подаваленная из формы. Так, и несколько более простых типов, которые также найдены при раскопках нашего памятника. Это мечи типа Х с простым, вот таким грибовидным навершием. Вот, в данном случае, навершие было найдено вместе с череном рукояти. По всей видимости, это вот результат использования меча, ну, не знаю, там, результат боя, вот, то есть, меч сломался как раз под клетком. То есть, не знаю, слабое это место, не слабое, может быть, какой-то брак технологический. И следующий слайд, меч типа Y, к сожалению, в очень плохом состоянии он был найден, то есть, это фотография на момент находки. Вот, к настоящему времени от него сохранилось только фрагмент навершия и небольшой кусочек клинка. Вот, возвращаясь... А, нет, еще один слайд. Вот, да. Еще помимо, собственно, наверший и перекрестий, при раскопках гнезда был найден такой очень редкий элемент, как эта накладка на рукоять меча. Ну, собственно, этой накладке и аналогичным накладкам из Петровского могильника мы посвятили вместе с Сергеем Сергеевичем Зазуевым статью. Так, более подробно вы можете прочесть там. Ну, здесь вот просто дается изображение этой накладочки. Она изготовлена из железа. Лицевая поверхность насечена ровно таким же способом, как и детали рукояти мечей. И потом в эту насечку укладывалась проволока цветного металла. Тоже в такой, в общем, создавался узор из сочетаний ромбов и треугольников. И здесь представлена реконструкция, но, правда, реконструкция меча из Петровского, из раскопок Петровского могильника, Курган-38. Там накладки, две штуки, сохранились, имели лучшую сохранность, что позволяет нам сделать более точную реконструкцию. И следующий слайд. Вот возвращаемся опять к клинкам. К сожалению, я плохой слайд сделал. На девяти клинках из-за раскопок гнезда были выявлены клейма Анатоли Николаевича Кирпичникова. Клейма представляет из себя имена, имена или мастеров, или владельцев мастерских. Три клейма Ульберт в различном написании, с концевым крестом, или крестом, который стоит перед буквой Т. Еще одно именное клеймо Ингельри. Ну, опять же, сохранность очень плохая, но по аналогии мы можем предположить, что клеймо представляло из себя надпись Ингельри Мефецет. Ингельри меня сделал. Еще одно именное клеймо Улин. Данное клеймо, по всей видимости, носило подражательный характер. Мастер попытался воспроизвести вот такую сложную надпись, как Ульберт. Ну, что получилось, то и получилось. Есть простые знаковые клейма в виде кругов, крестов, не знаю, отдельных букв. И вот очень замечательное клеймо, мое любимое, клеймо в виде человечка. Вот, можно следующий слайд. Тут я вот представил несколько фотографий, собственно, как эти клеймо выглядели вживую. Ну, насколько мне известно, современные попытки реконструировать процесс изготовления клеймо, они заключаются в следующем. Сначала в теле клинка насекается канавка, в которую кузнечной сваркой, как называется это, господи, кузнечным способом ввариваются отрезки проволоки. Значит, проволока может быть простая, вот, тогда получается вот такой, как бы, линейный рисуночек. Или домаскированная, когда брали проволочки разного, с разным содержанием углерода, перекручивали их, и вот этот жгутик уже забивали в эти канавки. И тогда получался такой, не знаю, ну, условно говоря, муаровый орнамент. Еще одной деталью мечей, которую мы находим при раскопке гнезда, являются различные наконечники ножен. К сожалению, деталей самих ножен, вернее, о самих ноженах мы можем судить очень мало. Я расскажу чуть ниже об этом, но сейчас несколько слов о наконечниках. Найдено более 20 штук. Вот, в принципе, все типы классические для территории Древней Руси, для Скандинавии. Большинство выполнено в такой скандинавской одноментике в стиле елинг, элементы стиля мамын. Ну, основные типы с изображением птицы, с изображением человека. Вот здесь вы можете видеть человеческое лицо и поверх мне в плетении прячутся ручки и ножки. Здесь сюжет борьбы зверя со змеем. Здесь мы, опять же, если долго вглядываться, то можно увидеть человека, летящего на птице. Вполне возможно, это Один, который превратился в армию. Вот. А здесь также изображение дракона в высовидной такой форме. И если вот эту группу наконечников нужен, мы можем все-таки связать с некой североевропейской традицией, то наконечники вот этого типа, ну, которые даже изготовлены несколько иной технологии, по всей видимости, отражает уже влияние, какие-то южные влияния. Вполне возможно, что это наконечники условно-византийского происхождения или переосмысленные наконечники византийского происхождения. Следующий слайд. Вот, когда я говорил о наконечниках, когда я говорил о ножнах, я в первую очередь хотел сказать о этом фрагменте. данный предмет это, собственно, наконечник, вернее, окончание клинка мечевого с сохранившимися деталями ножен. То есть, вот на этом слайде мы можем видеть фотографию с торца, вот центр это клинок, потом дерево и несколько слоев ткани. А вот этот отпечаток зеленоватый на самом деле это отпечаток наконечника ножен, который когда-то здесь был. Вот, то есть, под посадку наконечника на ножны на мату был намотан такой спираль из ткани и уже на эту обмотку был посажен наконечник ножен. Следующий слайд. это обломк того же мяча, но здесь очень интересно сохранившиеся, вот если присмотритесь, такие как бы их лучше назвать, шерстинки волосинки расположенные в одном направлении. Это на самом деле отпечатки меха. Вот, и в принципе изучение вот этого клинка с остатками ножен позволяет нам предположить следующую схему изготовления ножен мяча. То есть в центре клинок, потом идет слой меха, шкура с мехом, и мех расположен к клинку. потом слой деревянной оплатки, которые как правило состояли из двух планок, и потом вся эта конструкция обматывалась тканью. Вот, на ряде западноевропейских мячей вместо ткани была кожаная, не обмотка, а кожаный тканей, вот, но мяч из гнезда дает вот такую схему изготовления. Вот, следующий момент, на котором я хотел остановиться в литературе периодически всплывает предмет под обозначением скоба для подвеса мяча. Собственно, в первой публикации этого предмета он так и был обозначен. Вот, данный предмет найден при раскопке Кургана Л-47. Вот, он не одинок, морфологически схожий предмет происходит из раскопок гнездова, из раскопок, которые проводил в конце 19 века сезон гнездова, обломок подобного щитка найден в Белоруссии и вот при недавних работах Сергея Сергеевича Зазуле в Тимирево был найден обломок вот этой части подобного предмета. Вот, я не склонен считать данные предметы деталями портупии мечевой, вообще не вижу никакого места, куда можно было бы повесить этот предмет применительно к мячури вообще оружие и я склонен солидаризироваться с мнением Василия Васильевича Новикова, что это деталь конской упряжи. Вот, следующий момент, вернее, следующий предмет, вот, помимо каролинских мечей вместе с пришельцами с севера у нас появились и боевые ножи, которые, как я сказал, иногда называют скромосадцы. Здесь на данном слайде представлена реконструкция и вот в правой части это фотография ножен из ножен боевого ножа из Кургана Поля-11. Вот, это наиболее хорошо сохранившиеся ножны вообще на территории Древней Руси и Северной Европы и их изучение позволяет сделать ряд наблюдений за, собственно, особенностями, конструктивными особенностями изготовления данных предметов. Вот, клинок из этого Кургана, клинок скромосадца, представляет собой такой прямой однолезвийный однолезвийный изделие. Длина, общая длина боевого ножа 50, чуть более 50 сантиметров, длина клинка 39. Вот, клинок отличается очень толстой спинкой, толщина около рукояти в районе 67 миллиметров. Вот, я дальше продемонстрирую фотографии клинка, но, к сожалению, клинок в очень плохой сохранности, вот, ну, поддается слава богу реконструкция. И в центре представлена реконструкция ножен, вот, в принципе, такой классический вариант ножен боевого ножа, распространенный и в Восточной Европе, и в Северной Европе. Крупная фотография верхней планки, она изготавливалась из полоски металла толщиной менее миллиметра, выпиливались, как бы, вырубались Т-образные прорези и вот такие направленные навстречу Т-образным прорезям пирамидки уступчатые. Под вот эти вырезы подкладывалась пластинка, очень тонкая, из сплава на основе меди. а сама накладка покрывалась оловом. Здесь мы можем видеть крупные фотографии этих скобок, которые крепились по краю кожаных ножен. Следующий слайд. Вот, а здесь на данном слайде два момента, на которые я хотел обратить внимание. Вот, видите, белый цвет, это как раз оловянное покрытие, и вот опять же присмотритесь сюда, это как раз собственно фотография, вы можете здесь видеть мех, то есть ножны изготавливались не из простой кожи, а бралась кожа, вернее кусок шкуры, то есть ножны они были такие волосатые меховые. Вот, следующий слайд. помимо таких в общем широко распространенных деталей ножен с Т-образными прорезями в гнезду найдены вот еще детали ножен с более сложной однометикой, когда не Т-образная прорезь наносилась, а прорезь с дополнительными перекрестиями. Аналогии данному варианту ножен есть бирки, вот когда ножны снабжены такими простыми кольцами, опять же, очень характерными для именно этого типа боевых ножей, и более сложными в виде змей. Ну, собственно, если вот такие кольца у нас найдены, то есть именно только этот тип найден в гнездово, таких колец мы пока еще не нашли. Следующий слайд. Вот здесь изображены варианты орнаментации подвесных колец, вот здесь нету никаких Т-образных прорезей, просто орнаментировано циркным орнаментом. Здесь такой достаточно сложный и удивительный способ орнаментации. на простых плоских держателях колец напаяны отрезки так называемой бусиной проволоки. Аналогии данному предмету мне неизвестно, но хотя использование бусиной проволоки достаточно характерно для ювелирного искусства опять же Скандинавии. Следующий слайд. Это, как я обещал, фотографии самого боевого ножа из кургана поля 11. Вот общий вид ножа. Это то, что сохранилось от рукояти. И здесь фотография торцевой пластины. Вы можете видеть остатки металлической пластинки, которая закрывала торец рукояти. Здесь вот эти два обломка. Это обломки крылья, скобы, которая была закреплена в этой торцевой пластине. По всей видимости, скоба, эта петля нужна была для крепления темляка, потому что ножны боевого ножа, они предполагали очень глубокую посадку ножа в сами ножны. Для того, чтобы извлечь нож из-за ножен, необходимо было дернуть за темлянг. следующий слайд. В середине X века в гнезда фиксируется появление людей, по всей видимости, выходцев из среднего Поднепровья. И с собой они приносят такую условно ориентализированную моду и в одежде, и в предметах вооружения. и как раз вот с таким южным влиянием можно связать появление на памятнике элементов сабель. Значит, при раскопках кургана C3 был найден сей предмет, представляющий собой две металлические пластинки с склепанными между собой, и на одну пластинку была закреплена вот такая P-образная скоба. Ну, она тоже была расклепана с внутренней стороны одной из пластинок. И вот если посмотрите на эту фотографию, значит, пластины, они зажимают между собой какие-то такие пласты органического происхождения. По всей видимости, это куски кожи. Вот. И вот очень хорошая реконструкция сабли 9 века, да, и здесь мы можем увидеть как раз вот элемент подвеса сабель, ножен сабельный. Вот. По всей видимости, данный предмет является как раз элементом подвеса, но в данном случае значит, подвес крепился при помощи вот этих двух скобок крепился на деревянных ножнах, здесь крепление подвеса осуществлялось видимо только на вот этой толстой коже, которой были обтянуты ножны. Вот. В том же погребении, в погребении Кургана С3, следующий слайд, был найден еще один предмет. Вот. По всей видимости, это половина навершия сабли. Вот. Ну, здесь навершия немножко другой формы, но, в общем, по всей видимости, данный предмет крепился вот на конце рукояти. Предмет изготовлен из железа и имеет аргументацию в виде таких гравированных параллельных линий. То есть, нам известно навершия рукояти этого периода, они очень часто спаивались с двух плавин. По всей видимости, это тоже часть паянного навершия сабельного. Следующий слайд. И в другом кургане был найден подобный предмет, аналогии ему я пока не нашел, но я склонен считать его тоже наконечником, но уже не рукояти, а наконечником ножом. Предмет очень сложный в изготовлении, это достаточно толстая железная пластина, свернутая, спаянная, внутрь было впаяно сложно профилированное дно, и мало того, лицевая поверхность была еще инкрустирована цветным металлом, ну и еще бортики были насечены такой рубчатой насечкой. Опять же, аналоги нет, но скорее всего, это что-то связанное с клинковым оружием, по всей видимости, саблями. Следующий слайд. Вот, и опять же, еще об одном мифе, связанном с оружием гнездового. Очень часто, когда публикуют этот предмет, пишут, что это навершие сабли, но к саблям никакого отношения данный предмет не имеет, его интерпретируют очень часто как, собственно, деталь рукояти, но все рукояти сабельные, если они, так сказать, имеют, практически все они имели навершие, вот, навершие формируется из металла, все они пустотелые, а в данном случае мы видим очень необычный материал, это даже не кость, человек, который занимался костью, посмотрел, сказал, что данная вещь не животного происхождения, то есть даже не не рог, возможно, это какой-то камень, но если это так, то вообще говорить о каком-то приспособлении его в качестве клинкового оружия очень сложно, ну и опять же использование такой орнаментики чисто скандинавской в стиле мамин очень сложно привязать к каким-то южным предметам, но опять же вопрос остается что это такое но я придерживаюсь мнения, что к клинковому оружию данный предмет никакого отношения не имеет и еще один сюжет про который хотелось бы сказать в одном из погребений гнездового могильника найдено найдено три вот таких ножа ну здесь к сожалению лезвие плохо сохранилось но оно продолжалось длиной было около 8 сантиметров характерной чертой этих клинков является наличие вот такого упора тоже изготовленного из железа и наличие дола в одном погребении было найдено три как я говорил три ножа в морфологии клинков опять же то что было найдено три штуки позволяет интерпетировать их как ножи салтерского происхождения салтово-майской культуры которые компоновались так называемые кассетные ножи вот здесь они изображены на этой картинке то есть два три иногда пять ножей как бы вкладывались в одни ножны то есть такая получалась кассета и написавший работу о ножах восточной европы этого периода Миносян предположил именно предположил что данные ножи могут использоваться как метательные вот и это предположение уже сейчас перестало быть предположением а является утверждением что это метательные ножи и вот хазары обладали искусством метать ножи вот ну как-то отрицать возможность ножи было сложно мы обратились к криминалистам вот и когда мы объяснили им все весовые параметры архологические они нам утвердительно заявили что данный предмет главный из-за того что он очень легкий а мы как бы извешивали клинки и сохранившиеся рукояти данный предмет может повредить только кожаный покров и являться метательным оружием данные предмет не могут спасибо за внимание я готов ответить на ваши вопросы спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok